Поговорим об очень богатом и очень лживом человеке. И давайте при этом отбросим все иллюзии в сторону. В том смысле, что чрезвычайно богатыми и лживыми людьми являются абсолютно все представители власти. И прежде всего на пресловутом Западе. Это же касается и их окружения, включая и пресловутую оппозицию. И когда Навальный по сути намекает, что мол на меня это правило не распространяется, то в это может поверить только разве что идиот. Мы же все отлично понимаем, что эти борцы с коррупцией, как и те же борцы за демократию и права человека, сказочно обогатились именно на развале СССР. Это для нас повод спросить у всех граждан страны. Вы с кем? С нами или с олигархом Усманом? Которые, кстати, весьма неожиданно для всех нас вместе с Путиным и Медведевым вдруг несколько лет тому назад проявили себя именно нашинскими, патриотически и пророссийски настроенными людьми, которым уж точно на том же Западе теперь делать нечего. Что же касается самих борцов с коррупцией, то все уже отлично знают, что надо с ними делать. А вот глупый человек Янукович не знал уроков истории. Которые сводятся вот к чему. В Пекин были введены соединения части 10 армий. Для борьбы именно с борцами с коррупцией. Армия не церемонилась. Совсем. Вот просто абсолютно. То есть действовали адекватно сопротивлению этих борцов. Стреляли на поражение. Очередями из автоматов. Танками давили. В итоге что получилось? По неофициальным данным до 7 тысяч. Только погибших. После чего были еще казнены, были схвачены организаторы, были казни. В итоге же все это обернулось рассветом КНР. Университет блокировали армейскими частями. 300 тысяч человек. Похоже на то, сколько было на площади Снанмынь. Один к одному. Не меньше двух тысяч расстрелянных. Но это произошло не в гадком коммунистическом Китае, а в демократической Южной Корее. После чего жизнь в стране также значительно улучшилась. И именно с прежней коррупцией. К чему я это веду? А к тому, что историю надо знать. Как и то, что... Коррупция до сих пор является проблемой Китая. И кстати... Дэн Сяопьин очень внимательно изучил опыт разгона в Тбилиси демонстрации. Вот так-то. Китай очень закрытая страна в чем-то. И бешеные темпы роста. И именно потому, что любителям потрясений дали не только по мозгам. А в странах, победивших оранжевых революций, какая-то фигня. И вот вам мое предложение. Мое ноу-хау. Потому что ваше мнение мне важнее, чем любой суд. Итак, в интересах сохранения жизни тех же борцов с коррупцией предлагается. Такого рода любителям потрясений, как Навальный, даже помочь во вполне определенный момент времени на усмотрение властей организовать как можно более масштабный Майдан и объявить его за пару часов до начала незаконным, чтобы в разгар его проведения на вполне законных основаниях окружить всех участников этого Майдана колючей проволокой и превратить этот Майдан в своего рода зону отдыха для простых участников этого Майдана, это дней на 15. С вручением им разъяснения о том, что их таким образом государство спасает от смерти. Организаторов же Майдана и наиболее активных его участников на месте осудить на максимально возможные сроки. При этом, вспомнив историю с философским пароходом, отправить за границу тех участников Майдана, без которых не обойтись международному научно-техническому и культурному прогрессу.